Историю о прошлом белорусско-польского приграничья предложили для обозрения Генеральное консульство Республики Польши в городе Бресте и областной краеведческий музей. Новый совместный проект рассказывает о традициях и культуре приграничных районов. Это не только история самого понижения, а история окремных людей, которые тут жили. А нам нужно знать, что первая половина 20-го года на этих землях – это не только богатая история и культура, а также национальная разностаенность. Поездка, в результате которой появилась выставка, была реализована в рамках проекта «Фотографическая археологическая экспедиция на польско-белорусской пограничье». Было собрано свыше 2000 фотографий из 70 частных коллекций. Из них более 160 снимков и документов теперь представлены брестскому зрителю. Выставка смогла показать, насколько активной и интересной была жизнь в районах польско-белорусского пограничья, как здесь развивались культура и творчество, в частности, искусство фотографии. Наверное, такая микроистория, через которую мы можем проследить и увидеть историю страны в целом. Наверное, в этом и есть интерес, особенность семейных альбомов, семейных историй, потому что это устная история, так называемая, микроистория, но через вот такие вот пазлы складывается история государства. Фотографы-межвоенники используют необычные для тех лет композиционные решения. Меняют фон, добавляют цвет. Есть на фотографиях и прообраз современного селфи. Кстати, принадлежит оно единственной в то время женщине, хозяйке фотоателье. Меня впечатлила история фотографа из Волковыска. К сожалению, ее имя осталось неизвестным. Во-первых, интересно, что это женщина-фотограф. Интересно то, что в Волковыске, относительно небольшом городке, в межвоенный период действовало четыре фотоателье, и ее фотоателье было одной из этих четырех. И интересно то, что она, наверное, мастер не просто фотографии, которая запечатлевает действительность, но она мастер художественной фотографии. Удивительный творческий мир фотохудожников прошлого открылся современному зрителю. Познакомиться с вернисажем можно до 28 февраля.